Правительство РФ во главе с Медведевым урезало прожиточный минимум на 221 рубль. Для Единой России это ерунда. Но что можно купить на эти 200 с небольшим рублей? Например, одинокая бабушка может купить курицу, из которой она сможет сделать целых три блюда. А еще 200 рублей – это несколько килограммов картошки, которые из-за дешевизны и питаются наши пенсионеры. Теперь и на нее не хватит. А студенту может не хватить именно этой суммы на оплату месячного проезда на транспорте. Ничего, походит пешком. Он же молодой, правда, Дмитрий Анатольевич? А как насчет матери-одиночки, чей малыш останется без детского питания? Так мы заботимся о будущем поколении. Но даже не это самое страшное. Прожиточный минимум основывается на стоимости потребительской корзины. В нее входят не только продукты, но и лекарства, одежда, транспорт и коммунальные платежи. Как прожить на 9452 рубля? 3-4 тысячи уйдут на оплату коммуналки. До тысячи на оплату транспорта и мобильного телефона. На еду, одежду, лекарства и другие необходимые вещи останется 4452 рубля. На месяц. Это 1113 рублей в неделю. Это 159 рублей в день. Реально ли прожить на такую сумму? Если не болеть, не выходить из дома и питаться только картошкой? Возможно. На основе прожиточного минимума начисляются социальные выплаты и пособия. В России определяется минимальный размер заработной платы. Чиновники понизили прожиточный минимум для того, чтобы экономить на простых гражданах. В такой России мы хотим жить. Партия КПРФ предложила закон, который заставит государство помогать людям, оказавшимся за чертой бедности из-за кризиса. Хочешь улучшить уровень жизни в стране? Сделай это. Поддержи КПРФ. Двигайся к лучшему. Продолжение следует.